Привет, я Энни Мэджик, и пока мои питомцы ждут меня за городом дома и занимаются своими пушистыми делишками, я решила взять вас и вместе с вами съездить в одно очень крутое место. Вы сейчас все увидите своими глазами, но для начала я хочу сказать несколько вещей. Во-первых, в своем телеграм-канале я скоро объявлю очень важные новости, поэтому обязательно приходите, подписывайтесь. Во-вторых, прямо сейчас под этим видео вы можете написать мне любой вопрос, и как только ролик выйдет, я буду отвечать на ваши комментарии. В-третьих, я безумно сильно от всего сердца прошу вас поддержать это видео лайком, потому что, как вы видите, мы сейчас не все понимаем, что происходит в интернете и с ютубом, ну и вообще мне кажется, что этот ролик должен быть вам интересен так же, как и мне. Дело в том, что за последние пару лет наш зоорынок очень сильно изменился, и даже у себя в комментариях я заметила, что люди пишут там вот этих товаров больше нет, вот этих товаров больше нет, иностранные компании уходят, у нас просто уже нечего скоро будет покупать, столько было товаров для животных из-за рубежа, и а что теперь? И вы знаете, что я очень много путешествую, на моем канале много обзоров зоомагазинов из разных стран. Также я показывала иностранные выставки, где вы могли видеть, что продается на таких выставках за рубежом. Все эти ролики вы можете потом пойти посмотреть на канале и увидеть, что вообще в мире продается для животных. Должна вам это показать, у нас точно такого нет, ну если только в интернете. Как вы думаете, что это такое? Что это? У нас будут пустые полки, и мы больше ничего не сможем покупать своим любимцам, даже не то, чтобы что-то необычное, но и самые простые вещи. Или же наши российские производители смогут совершить реальное импортозамещение, революцию в зообизнесе и доказать, что у нас есть все, что необходимо и больше. И чтобы ответить себе на этот вопрос и моим подписчикам, я решила отправиться на такую выставку, которая называется «Парк Зоо». Я хочу увидеть это своими глазами и вместе с вами найти ответ на этот вопрос. Так что погнали! Итак, мы находимся около Крокус Экспо. Это выставка «Парк Зоо». Выставка всех-всех-всех существующих вообще брендов России в зоомире. И эта выставка больше не для людей, то есть покупать там ничего нельзя, туда можно именно прийти и посмотреть. По сути, мы находимся с вами сейчас в самом большом зоомагазине России. Вы сегодня побываете в этом гигантском зоомагазине, потому что это по-другому не назвать. У всех брендов свои стенды. Все, типа, пытаются как-то выделиться, сделать что-то прикольное, интересное. И вы можете найти, например, какие-то такие стенды, где посмотреть, как можно подобрать для своих животных в интерьере все в одном стиле, в одном цвете. Я просто перфекционист, маньяк в этом смысле. Я очень люблю, когда все в одном стиле. Может быть, кто-то посмотрит на это и подумает, господи, это какое-то маньячество. Зачем? Я люблю все разное и прикольное. Но для меня, например, вот такое, когда все типа в одной стилистике, это классно. Погнали. На выставке Парк Зо очень много народу, просто толпа, она реально огромная. И, конечно же, здесь представлено множество всяких разных игрушек, кормов, лежанок, вот таких амуниций, стандартных каких-то вещей. Но мы будем стараться найти что-то именно интересненькое. Это ошейник для собаки. Да. Поняли, да? Это просто, знаете, на что похоже? У борцов, у победителей эти пояса. Капец просто. Такого я реально еще не видела. Игрушки для кошек, которые вот так вот, как роботы. Машинка, понимаете, да? Она ездит и вот так вот делает. Вот такая мышка, которая на колесиках ездит, вот так машет хвостиком. Ой, мне кажется, Алисе нужна вот такая вот игруха. Силиконовые прутики, похожие на змей. Смотрите, это нестандартная игрушка. Не вот эта вот, как обычная кошачья игрушка, а такая, как змея, а не прям как змеи. Такая фигня ездит по дому на колесах. Кстати, колеса такие мощные. И на управлении, на пульте управления. Ошейник с лазерной указкой. То есть ошейник надевается на кошку, и она бегает, потому что вот здесь вот лазер светит от нее просто. А здесь прикольный отдел защитных воротников. Вот знаете, стандартные такие прозрачные пластиковые. А вот, например, вот такая корова. Собака-пончик. Или бы такая вот няшность для Софиши, например, когда ей надо было ходить в такой штуке. Можно что на собаку надеть? Вот такую вот прошутовскую штуку, или вообще рыбу вот такую. Самый реально самый гигантский стенд у вот Триола, у Аммы, Пэт. То есть это самый реально большой, мне кажется, физический. Поэтому мы не можем его упустить. Сделан в таком стиле типа города. То есть тут всякие названия. Телефонная будка, там какой-то фонарь стоит, как будто это улица. Вот такой же фонарь здесь стоит. Лавка, сквер, игровая комната, ресторан, отель. А вот здесь даже целый ресторан. Здесь можно потом перекусить. Очень классно. Мне очень нравится именно, как стенды оформлены. Одни из моих самых любимых. Я обожаю гигви. У нас в этом году появились вот такие две игрушечки. Они очень уютные, очень мягкие. Из такого приятного текстурного материала. Очень удобно собакам держать за резиновую шею, которая хрустит. Плюс есть вот такой вот кармашек, куда можно положить лакомство. И плюс еще вот как дополнение такие хрустящие крылышки. Потрогать его. У нас две такие игрушки. Лев, дракон. Для собак-вандалов. Просто есть мягкие игрушки, которые заполняют пролоном, материалом, да, и потом которые разносятся по всей квартире. Здесь такой вот канатный скелет. И вот удобно грызть, держать в зубах. И она тоже такая яркая, мимимишная. Ой, еще бегемот такой есть. Классный. Я не собака-вандал, но я просто понимаю, что это антистресс. Я просто хочу себе такого зайца. Себе, понимаете? Себе, не собаке. Потому что его вот так вот трогать очень прикольно. Два в одном, две игрушки. Видите, здесь вот так вот потянешь за канат игрушку. Хоп, вылезла ей. Опять спряталась. Короче. Простите, пожалуйста. Это очень смешно. А можно я так поделаю? Если вдруг акула съела рыбку, то остать ее, оживить, спрятать. А, прикольно. Можно просто, получается, одним канатом играть, да? Я такое, кстати, первый раз вижу. Ребята, помните, да? Я снимаю обзоры зоомагазинов и всяких игрушек во всех странах мира. Вот такое мы еще не видели. Но вот это бомба. Вот такая лежаночка в виде панды. Божечки-кошечки. Это кошачьи игрушки. Это для киса Алисы. А вот из этой коллекции Гам-гам у нас были игрушки. Я как-то даже вам показывала. Они очень классно по стилю, по интерьеру просто подходят к Magic House. То есть они такие, как эко немножко. И они вообще тоже неубиваемые. Вот эта резина какая-то, определенный какой-то материал, который просто не разгрызается. Ну, моими мелкими, может, конечно, крупная собака разгрызет. Хотя вряд ли. Здесь большая собака в бордер-коле нарисована. А бордер-коле одни из самых активных. Наша серия игрушек для кошек и собак «Русские сказки». Вы посмотрите, тут косой заяц, серийный, румяный колобок, золотой петушок, царевна-лягушка, даже змей-горыноч есть. Это, кстати, прикольно для тех, у кого есть и животные, и дети. Вот эти потрясающие шлейки с необреновыми вставками, удобными для питомцев. И у нас есть и мартингейлы, у нас есть даже биотан в разных расцветках. Это такой очень прикольный материал, немножко похожий как на силикон, типа, да? То есть за ним просто ухаживать. То есть просто можно вот этот ошейник взять и помыть? Тряпочкой даже протереть, на самом деле, будет достаточно. Вот это очень круто, потому что очень часто, например, собаки, которые часто гуляют на улице, а мои собаки часто гуляют на улице, ошейники у них часто грязные. Да, ринговки. Вы знаете, наверное, да, что ринговки, как правило, используют для выставок. Но, как правило, это удавка. Наши варианты, это, скажем так, некие полудавки, которые можно зафиксировать и бережно вести питомца к победе, к чемпионству на выставках. То есть она не позволит задушить питомца. Просто обычная ринговка, она затягивает. Обычная ринговка, она прям затягивает шею, то есть у нее нет регулятора, и получается, она как бы все время тянет. Также у нас появились ремни безопасности, то есть можно пристегнуть собачку и вот карабинчик, который... О, вот это прикольно! Я не раз сталкивалась с тем, что если ты собаку никак не закрепляешь, никак не фиксируешь, то есть резкое торможение. И вообще, в принципе, ты едешь, мы часто просто путешествуем на машине, и вот эта вот вся беготня по салону, если собака там маленькая, если крупная, она на заднем сидении, там ее шмотыляет, вот так вот. И не всегда гамак даже помогает, потому что у меня маленькие собаки, вот ты выстилаешь им этот огромный гамак на заднем сидении, они там просто по гамаку вот так вот болтаются. Это коллекция Трелл Урбан. Она появилась на рынке только в этом году, посмотрите на эти расцветки. То есть даже розовый цвет, он меня всегда притягивает. Я сама лично пользуюсь розовой рулеткой. Они очень приятные на ощупь, прям такие, да. Матовое покрытие. Классное. Вот, и сама лента со светоотражающими элементами, с защитной функцией, которая вот, когда, да, лента у нас уходит обратно, она не позволяет биться металлу, а корпус рулетки сохраняет ее безопасность. Такие мелочи, но такие важные, потому что реально чаще всего заканчивается на вот этом замочке, то есть нет вот этой защитной резиночки. Она прям для тактильных людей, прям вот для тех, кому, кто любит потрогать. Я говорю, это какой-то антистресс у меня сегодня, я все трогаю, и просто оно все такое приятное. Классное, да. Ну и, конечно, да, они прям стильные. И дополнительные, конечно, ну куда без этого. Можешь мешочек подвесить, а можешь ключи, а можешь что хочешь подвесить. Это, на самом деле, довольно функциональная история. Это бренд Гамма, такая надпись «Отель». Моя любовь, значит, это Снежанна. Это дуосы, комплекты, то есть это женская большая история, такая няшная, красивая, да. То есть мы видим, что мы можем ее в один стиль не просто украсить дом и положить, да, но еще и одеть, чтобы у нас было одинаково. Но хочу вам сказать, что у нас вот эта милота пользуется спросом у владелец кошек. У кошек? Ну, конечно, сфинксы у нас очень мерзлявые товарищи. Отопление у нас включают не скоро, я так предполагаю. И, как правило, кошки, ну что делать, жмутся, трутся, идут хозяевам, вот. А хозяева надевают на них шубки, а им тепло, да? Прекрасная история, да. Особенно, вот я говорю, сфинксы у нас прям сидят в них и прекрасно одеты. Следующая у нас новиночка – это луна. Все подушки достаются, достали, постирали подушку. Здесь ничего не трогаем, все элементарно просто салфеткой оттирается. Сумка-переноска. Очень легкая, судя по всему, да? Абсолютно, да, то есть невесомая. И у нас здесь с вами есть плотное, уплотненное дно, здесь наоборот мягкое. Собака или кошка сидит, нет ощущения того, что она проваливается. Проваливается, вот. Это, кстати, частый минус сумок, переносок, то, что собака или кошка ощущает себя, как будто она в яме провалилась. Ни собаки, ни кошки не любят отрываться от земли. Можно подержать, да? Они очень у нас наземные животные, поэтому им максимально комфортно, когда есть на чем сидеть. Так, ну и если в тему осени, давайте уж, если мы пошли разговаривать, у нас грязные разговорчики начались. Да-да-да. А, мыло. Да. Мыть наше существо каждый божий день у нас просто нет возможности. Конечно. Ну и никто это не выдержит. Да. Элементарно смывается и в составе содержат антибокатериальные компоненты и компоненты, которые защищают лапки от трещин. Спрей от колтунов. Прекрасная история для владельцев пушистиков, потому что с пушистиками у нас какая проблема, как всегда, помыть мы можем, расчесаться не дают. Да-да-да. Это и мне поможет, потому что у меня тоже бывают колтуны с моими волосами. Буду тоже брызгаться. Ладно, шучу. У нас еще свои принты, которые не повторяются. Они сделаны и разработаны нашими дизайнерами под нас. Цветера для собак и кошек. Очень прикольные. Да. Цвета классные вообще. Цвета тоже наши. Очень красиво сидят, смотрятся на собак изумительно. Потому что яркий цвет такой, да, и на любой шерсти будет подчеркивать прям. Эта серия у нас Гавгамыч, она зарекомендовала себя уже. Она зарекомендовала настолько, что я купила своим собакам их игрушки, я подарила другим собакам эти игрушки. Да, они используют особый материал, это материал ЭВА. Чем он у нас знаменит? Вот, это был мой самый главный вопрос. Почему они такие легкие? Это облегченные, потому что это полимеры, которые облегченные. Вот. И они, во-первых, не тяжелые в руках, а самое главное, они не крошатся. Здесь работает по принципу, если, допустим, клык вошел, да, он выходит, не оставляет дырки. Он морозостойкий, то есть ничего страшного, если забыли на морозе, вернулись, забрали, ему ничего не будет. Он не ломкий, не ломается, вот, он даже не заморозится. То есть вы принесете его домой, совершенно спокойно, он функциональный. И он не тонет. Лизательные коврики, помните, вот эти вот, которые, вкусняшки туда раскладываешь, и собачки, кошечки лижут. Нюхательные коврики? А почему нюхательные? Сейчас объясню, почему. Туда вкусняшки кладутся? Это некая альтернатива, ну, такая а-ля замена, не могу сказать, что стопроцентно, но, тем не менее, это замена миском. Наши собаки грешат тем, что очень быстро питаются. Ну, так или иначе, да, у нас скорость превышает рамки. У моих иногда просто за секунду. Такое бывает, да. Порцию обычную вашего корма, который насыпаете собаке, убираете по вашему усмотрению и отдаете. Как бы в кармашке прячете, вот так вот, да, по всему? Да, задача собаки найти, напитаться, максимально найти. То есть собака здесь удлиняет процесс переваривания, пьюшлаивания. Причем очень сильно, я думаю. Ну, минут на 15 она его удлинит. Для собаки это очень много. Она реально будет там долго искать, да. Да, и она учится, что самое интересное, стряхивать, вытряхивать, возить, доставать. То есть искать, да, какие-то определенные действия. Разливает мозг, очень классно, да. Бывалый трус и балбес. Кто смотрел «Кавказскую пленницу», поставьте, я не знаю, плюсик в комментарии. Это типа они, да, чьи-то? Да, ну типа да, вот в нашем видении такие персонажи. Прикольно. А там все не так просто. Оп, очень прочная. Здесь идет смесь, она мягкая, да. Здесь идет смесь термопластичной резины, привычной нам, и каучука. То есть она плотная, прочная, надежная, представленная тоже в разных размерах. И очень классные формы. Да. Формы и цвета, очень сочетание, мне нравится. Такой вот пыльный, да, цвет. Синий. Зеленоватый какой-то, серый, голубой. И вот этот вот белый. Вообще красиво, эстетично. Мне такое нравится всегда. Я люблю просто, у меня был приход на всякие цветные игрушки собакам, потому что их много, и они классные бывают. Но бывает у меня такое, все, убираем все вот это цветное и кладем красивое. И вот это вот для эстетов прям вообще супер. В том числе у нас появилось пополнение в Триол Смарт Тойз, то есть умные игрушки. Причем здесь в обновлении коллекции мы сделали три варианта паззлов. Начинаем с простого, да, что здесь собака просто носом подергала, и там уже что-то получила. Да, здесь она крутит, все может доставать. И здесь сложнее сами вот эти элементы. Да, вот эти чуть-чуть сложнее доставать, но в принципе можно справиться, потому что выемка есть. А здесь питомцу нужно крутить очень много разных деталей в разные стороны для того, чтобы понять, где что спрятано. Поэтому это самый сложный уровень. Соответственно, мы рекомендуем владельцам класть лакомства при собаке. Не надо никаких загадок лишних. Да, да, да. Постепенно ей все показывать и обязательно хвалить, если у нее получается. Потому что дальше... Чтобы она привыкала, она понимает с простого, а потом уже переходит на сложное. Это классно, да. Здорово. Есть отдельные виды прекрасных собак, которые просто переворачивают игрушку, начинают так с зубами трясти. Да, да, да. И они оттуда попадают. Ой, вот это прикольно, бутылки. Я знаю, что многие большие собаки любят бутылки. Послушайте, как она хрустит. Ну, как раз скоро Хэллоуин. Мы тут представили всю нашу коллекцию, всех наших легендарных монстриков. Вот летучая мышь какая-то. А, еще и кость в виде паутины такая. Ага, классные. Мы в ресторане Триол. Для собак у нас представлены коллагеновые лакомства. Для крупных собачек и для мелких собачек. Рогалики, палочки и бублики. Это прям круассанчики такие. Да, прям круассанчики. Каждое лакомство содержит 78% коллагена в составе. И также мясо утки. Коллаген у нас нужен для всего построения организма. Для кожи, для шерсти, для суставов, для связок. В общем, для всего. Поэтому это получается два в одном. И лакомство, и полезная витаминка. Прикольно. А как быстро они его съедают, вот такой круассан? Они не такие жесткие, как кости. Поэтому при контакте со слюной и зубами оно достаточно быстро крошится и без проблем проглатывается. То есть собачка и не подавится, и скушает, но в то же время и поиграется. Классно. Это снэк-бар, линейка лакомств для кошек. Представлено четырех видов. Это крем-лакомство, паштет, мини-роллы и подушечки. Офигеть. А для кошек вообще нормально так. Вообще реально ресторан просто. Реальный ресторан. Конфеты, конфеты, конфеты. Конфеты для собак. Реально как для детей. Прям кусочек мяса просто, да. Здесь у нас три прикольных стенда. Они очень классно выглядят. Они такие три колонны, три такие арочки. Щенки, маленькие собаки и суперсильные собаки. Просто щенкам лучше подбирать именно щенячий ассортимент. А триол папи хороша тем, что здесь безопасные материалы, натуральные материалы. Что здесь продуманы все этапы роста щенка. Начиная с момента, когда у него режутся зубки и чешутся десны. Есть массаж, да, какие-то? Массаж десен просто. А, бабл плюша. Прикольный. Тоже такой антистресс. Минидокс – это коллекция специально для маленьких пород собак. У них действительно есть особенности челюстного строения. Она у них просто маленькая, и им подходят далеко не все игрушки. Мы постарались о них позаботиться. Это коллекция для таких ребят, как вот этот товарищ. Для монстров. Ну, да, коллекция Трилл Стронг, она для собак с мощными челюстями. Собак, которые любят все уничтожать. Значок темы. Да, 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 спорт. Гири разных размеров, гантели разных размеров. Они прям реально тяжелые. Они прям реально тяжелые. Не 20 килограмм, конечно, но прям увесистая штука. Гирьки для собак. Прикольно. Человек, у которого маленькая собака, он просто возьмет вот эту тяжеленную, огромную кость в руку и скажет, для кого это? Это вообще для кого? Что это за животное должно быть? Медведь какой-то? Но реально есть породы собак, которые просто вот они убивают все. И им нужны вот такие вот супер игрушки, которые не убиваются, не разгрызаются. Здесь у нас всем знакомый Триол для мелких животных. Кто помнит, у меня были хомячки. Я знаю, что у моих подписчиков очень много, у кого есть грызуны, всякие маленькие морские свинки и вот такие вот все милые пушистые животные. Кукурузный наполнитель. Вот этот наполнитель, да. Как попкорн. Да, он гипоаллергенный. И фракция специально подобрана, чтобы было удобно мелким животным. А вот этот кукурузный совсем мелкой фракцией, это как раз удобен в том числе и для клеток, птиц, которые используются тоже в поддонах. Да, это для маленьких, мелких. Для мышек, для птичек. Да, да, да. Ну и здесь у нас выходят в этом году две новинки. Это березовый наполнитель 6-миллиметровый. Как дровишки. Да, он гипоаллергенный. Здесь просто выставка антистресс. Ты ходишь, руки засовываешь в эти квадратики и все. И все хорошо у тебя. И 4-миллиметровый наполнитель, который мы заводили именно для более мелких животных и для морских свинок, у которых часто бывают натоптыши от крупных пеллета. И вот они мучаются, когда живут в больших. Да, 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 слишком крупно для них. Кэтстеп, кто помнит наш обзор наполнителей Кэтстеп? Помните, мы делали большой эксперимент с этими наполнителями? Это силикогелевый наполнитель. У нас в этом году выходят две новинки. Это Кэтстеп Арктик Бриз с ароматом морской свежести. И Кэтстеп Арктик Блэк Эн Уайт. Такой интерьерный вариант. Смотрите, какой он прям черно-белый. Черно-белый. Очень стильно выглядит, да. Какой режим котик нарисован. А это у нас Кэтстеп другой. Это не силикогелевый, да? Да, это генеральный наполнитель как раз. Это наша классическая линейка Кэтстеп Компакт Уайт, белоснежный наполнитель. И он у нас пополнился двумя позициями. Это френч соуп с ароматом французского мыла и такими красненькими гранулами. И алоэ вера с зелененькими гранулами и ароматом алоэ. Можно я понюхаю, да? Это мы представили, что кошечка пописала. Да, что кошечка пописала. О, реально очень пахнет. Ну, то есть все, теперь уже не будет пахнуть вот этой вот... Да, 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 да. Тем, чем у вас обычно пахнет в туалете от кошки. Да, да. Это Кэтстеп Компакт Карбон Пауэр. Тоже наша новинка. Это наполнитель, который идеально блокирует запах. Лучше, чем вообще что бы то ни было. Он серый с белыми как раз гранулами, микс гентонитов. Здесь дополнительно еще используется активированный уголь. А это у нас растительные, да? Я знаю прям отдельных людей, которые любят реально вот именно такие наполнители. В большей части можно утилизировать канализацию. То есть все, которые тофу, да, они прекрасно растворяются в воде. Это уже сейчас пахнет. Да, 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 потому что здесь вот этот... Да, 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 потому что здесь вот этот... Комочек есть, да. Комочек. Ой, блин, вообще... Он такой, да... Мороженым пахнет. Да, 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 да. Да, оливка тоже красивая на самом деле. Похожа на гречку. Питомцы склонны к какой-то аллергии. Потому что в любом случае и в силикагеле, и в бентоните, так или иначе, как бы они не были обеспылены, все равно образуется вот эта вот микропыль. А здесь вообще нет ее, да? Вообще ее нет. Ну, смотрите, ребята, просто как все прикольно украшено. Ну, блин, ну так прикольно. Класс. Очень прикольно. Просто тараканы, например, вот здесь у нас. Можно попробовать, если хотите. Это зона лагуна. Это здесь все про вот эти вот аквариумы. Посмотрите на этот маленький, миленький аквариум. Просто такая милота. Это как детский такой ночничок, светильничек. А там рыбка, петушок плавает. Это смотрится очень мило. Реально в детской поставить, и ребенку будет прикольно засыпать. Им будет каждый раз смотреть на эту красоту. Это голубая спальня у нас, а это розовая. А кроме такого детского отдела, смотрите, какие здесь есть гроты для аквариума. В виде греческих богов. Блин, вот это прикольно. Мне нравится вот такой Будда. Представляете, в воде он еще немножко такой в водорослях зарастет. А лагуна Терра это все для террариумов. Для таких вот рептилий, черепашек и вот таких вот чувачков. Напишите в комментариях, кто помнит, как называется. Я знаю. Подсказываю. Буква Э первая. Для всяких лягушек, рептилий, для всех ставить в аквариум вот такой вот домик. Очень прикольно смотрится. Реально такой мох. Ребята, сейчас очень важная тема. Мы на фоне интересной очень стены. Приглядывайтесь к надписям. Читайте, что там написано. Триол Ласса Пленет. Эта коллекция сделана из переработанных материалов представителями нашей коллекции. Вот игрушками, да, часть из которых мы держим сейчас в руках, стали животные из Красной книги. Это очень круто, ребята, просто вообще. Это зубр. Он в том числе обитает на территории Российской Федерации. Это прекрасная, красивая райская мухоловка. Это очаровательный горный гусь. А это средиземноморская черепаха. Необыкновенный шмель. Это прямо его название, необыкновенный шмель. Приобретая данный аксессуар, человек будет видеть на каждой игрушке дополнительную маленькую бутылочку. На одной стороне бутылочки написан процент переработанного пластика, а на другой стороне бутылочки написано, из скольки бутылок сделана данная игрушка. Прикольно. То есть вы, покупая игрушку, знаете, сколько бутылок на нее ушло пластика. И вот такая бирка классная очень здесь, смотрите. Это очень здорово, ребята, что вообще такие большие бренды обращают внимание на такие проблемы. Забота об окружающей среде начинается с нас. Получается, ходя со мной тут, таким образом вы сможете подсмотреть что-то для себя, увидеть, что бы вы хотели купить. Особенно если вы готовитесь к собаке, к щенку, или в принципе хотите что-то новое увидеть. В этом мире вам интересны животные, зоосфера вообще любая. Ладно, погнали. Смотрите, какие классные бульдоги. Такие прикольные. А фишка в чем? Что здесь стоит вот такая штука. Эта штука, это стрелялка, пулялка, мячей. То есть вот сюда кладется мяч, вот сюда. И отсюда он вылетает. Это для таких очень активных, суперактивных собак, например, каких-нибудь Джек Рассел Терьеров, с которыми ты заколебешься просто этот мяч туда-сюда бросать. Ну не только Джек Расселов, много таких активных собак. И вот изобрели такую вещь, чтобы просто вот она выплевывает мячик, собака бежит, прибегает обратно. Круто еще научить собаку класть сюда этот мячик. И вообще можно с ней не играть, да? Смотрите, очень прикольный отдел, где показаны, какие можно делать не лежанки, а типа диваны прям для собак и кошек. А смотрите, это прям целое кресло. А, написано, она надувная, не садитесь. Это надувное креслице для собак. Мне кажется, это очень прикольно. А еще, смотрите, вот есть тут такие штуки. Кстати, мне вот такая нужна штука в машину. То есть это прям такая лежанка. Внутри воздух, они надувные, прям как надувной матрас. И она кладется в машину. Есть специальные крепежи, как ее закрепить там, чтобы с собакой ничего не случилось в поездке. Это очень прикольно. И они есть самые разные. Смотрите, какая штучка. О, это так прикольно. И целый-целый просто диван. Диван специально, который можно закреплять в машине и возить собаку на этом диване, на заднем сидении. А есть просто диванчики вот такие вот. И фишка именно в том, что они надувные. То есть нет наполнения, поэтому они супер-супер легкие. Прикольная тема. Стандартное крепление, да, у ошейника. Вот такое вот. Это защелка такая, как карабинчик. Что происходит здесь? Нажимаем, распаковываем. И здесь как будто магнит. На самом деле здесь такая система сделана, что ты вот так вот раз, и все, и оно защелкивается. Все. Мне сказали, что типа 400 килограмм, говорите, да? 400 килограмм выдержит. И еще прикольно, что оно крутится. Это переносочки. Классных цветов. Они из этого материала, который называется ЭВА, выглядят как, это как кроксы, типа. Привет. Привет. Я на тебя подписан. Спасибо. Ну, значит, коллеги где-то. Да? А вы чем занимаетесь? А мы, у нас B2B проект такого зообизнеса. Мы рассказываем обо всем, что происходит в зооиндустрии, как в России, так и в зообизнесе. А, прикольно, прикольно. Вот я говорю многим предпринимателям, которые, допустим, там, либо занимаются амуницией, либо еще какими-то вот там шмотками для животных и так далее. Я им говорю, смотрите, сегодня у нас очень много крутых предпринимателей, дизайнеров наших, российских, которые делают классную одежду. Так и есть, да. Берете, идете к ним и говорите, ребята, давайте сделаем вместе крутой продукт. С нас амуниция и одежда, или с нас амуниция, с вас одежда для животного и для человека. И получается крутая история, которую можно сделать качественно. Коллаб, да. Вот. И таких штук можно делать вообще бесшестое количество. А вы нам покажете сегодня рекорды Гиннеса. Я совсем коротко расскажу. Мы не просто компания, которая делает зоотовары и продает их, и сама производит. Мы еще и делаем проекты, которые немножко затрагивают большую аудиторию, даже у кого нет питомцев. Ну, например, мы совсем недавно в августе поставили самую высокую кокеточку в мире. 12 метров 77 сантиметров. До этого рекорд принадлежал Китаю. Была кокеточка 9 с чем-то метров. Прикольно. Не зря мы сегодня сюда зашли. Погнали дальше. Спасибо, ребят. Бесплатная водичка называется Кот-матрос. Кольцо для кошки игрательное. Колесо. Оно вот так вот крутится, и кошка там бегает и дерет свои лапки вот так вот об эту травку. Прикольно. И они есть гигантских, просто гигантских размеров. Посмотрите, какое оно огромное просто. Это больше, чем колесо машины, раза в три. Ну, это такое гигантское колесо. Стенды, как я сказала, у всех разные. У одних, ребят, стенд, посмотрите на него. Они привезли, заморочились аквариум в стенде. Вы понимаете, там живые рыбы плавают. То есть это аквариум перенесенный. Вот так вот со стендом его сюда привезли и установили. Мне кажется, это очень необычно классная идея. Просто втыкаешь такой в рыбок на выставке. Смотрите, какие прикольные рюкзаки для путешествий. Знаете, обычные вот эти рюкзачки такие стандартные, где вот такая штука и такой кругляш. А здесь они вот так вот выглядят очень стильно. Насколько важно просто, как ты подходишь к дизайну. Типа, вот прикольный дизайн. Хотя ничего нового, то же самое. Выглядит, как будто это коктейлик старый. Вот тоже прикольно. Получается, рюкзак сделан так, что ты в норме носишь его вот так вот на себе, получается. А если ты хочешь положить рюкзак, чтобы животное отдохнуло, погуляло, немножко вот так вот распускаешь, и ну здесь сидит кошечка, например. А это те самые известные туалеты из шортсов и рилсов на ютубе, которые обозревают очень некоторые известные блогеры. Тут еще есть поилки и кормушки. Ну вы помните, да, эти туалетики? Это какой-то специальный пылесос, который убирает, собирает шерсть, наверное. Разные виды миски, поилки, кормушки. Очень прикольные. Всякие разные поилки, фонтанчики для кошек с подсветкой. Вот даже вот такой вот большой есть. Очень много народу вот в такой вот силиконовой обуви для животных. Смотрите, как прикольно выглядят они. Такие ботиночки. Лежанки для хомяков, я думаю. Или это просто показано, какие у них бывают лежанки. Да, можно выбрать, типа, и заказать. Смотрите, любые ткани, любые формы. А как вам такие игрушки? Это игрушки такие, которые прилипают, и собака ей играет. То есть можно вкусняшку, скорее всего, совать в дырочку вот сюда. И собака будет с ней играть. Было очень много всего, но я показала такое по мне самое интересное в плане новинок. И что я могу сказать? Не знаю, как вы, но все, что я увидела, все новинки, все то, что сейчас производят российские бренды, меня очень сильно убедили. Кроме того, я это все вживую вот так вот руками трогала и пробовала. И теперь я лично с уверенностью могу сказать, что импортозамещение, по-моему, проходит на ура. Все то, что я вижу, даже в самых крупных иностранных магазинах по всему миру, оказывается, есть у нас. А в сравнении с некоторыми странами, по-моему, у нас есть даже еще намного больше всего. Я лично даже немного удивилась. То есть я думала, что, ну да, как бы рынок развит, у нас всегда было много всего своего, но настолько. Я очень надеюсь, что вы поддержите это видео лайком, даже поделитесь им с разными людьми. И он прольет свет на новый русский зоорынок. Подписывайтесь на канал, увидимся скоро в новых роликах. Надеюсь, вам было интересно. Пишите, какие рубрики ждете еще. Пока!